Доклад тоже также посвящен медулярному раку и современные подходы в лечении. Хотела бы сказать о том, что на самом деле действительно прирост заболеваемости рака щитовидной железы – это в целом 22% имеется в виду не только медулярный рак, но что если рассматривать сам медулярный рак, то, к сожалению, на третьей стадии мы видим уже в 50% случаев более чем 50% случаев заболеваний. Ну и еще хотелось бы сказать о том, и дальше уже Екатерина Викторовна, я думаю, нам расскажет о том, что высокая выявляемость в связи с тем, что имеется рутина, уже выполняется исследование мягких тканей шеи, и выявление рака щитовидной железы тоже связано именно с усовершенствованием и с развитием нашего этого направления ультразвуковой диагностики, что является основным, в общем-то, в выявлении рака щитовидной железы из диагностических методов. И по первичной заболеваемости, как видите, если посмотреть по стране, по первичной заболеваемости это 5,21 на 100 тысяч населения, общая заболеваемость 33 на 100 тысяч, ну и смертность 0,75, она, как всегда, невысокая, и на самом деле, вот на протяжении, если даже ретроспективно оценивать, она как бы особо и не меняется в зависимости от года диагностики данной. Сам диагностический алгоритм стандартный, и, в общем-то, по тому, как мы видим пациента, в каком состоянии он приходит, в зависимости от стадии, в зависимости от ЭКОК, от того, как он представлен на сегодняшний день, назначаются те или иные исследования. Ну и если говорить о раке щитовидной железы и медулярном раке, то, конечно, здесь обязательно является наличие и исследование кальцитонина, РЭД-мутация по показаниям и раковый эмбриональный антиген. Также в составе, естественно, это гормоны щитовидной железы, о которых тоже скажет нам наш эндокринолог сегодня. Хотела бы сказать о нескольких исследованиях, которые, на самом деле, достаточно интересны, и они действительно заслуживают внимания. И такое интересное исследование зафиксировало 600 случаев самого рака щитовидной железы. Из них, как видите, 21 случай медулярного рака. Достаточно редкое заболевание, и заболеваемость в этом исследовании у женщин составила 14 человек, и мужчин – 7. Средний возраст составил 50 лет. В лимфатических узлах поражение лимфатических узлов из половины у этих пациентов было выявлено, ну и у 8 пациентов было выявлено отдаленное метастазирование. В данном исследовании была описана морфологическая особенность медулярного рака щитовидной железы. Мы хотели показать о том, что из такого количества рака щитовидной железы все-таки действительно медулярный рак присутствует, но его в небольшом количестве. Ну и хотел бы сказать о том, что работа, которая представлена в 1966 году, это когда действительно было описано, точно определён источник появления и развития медулярного рака парафолликулярной С-клетки. Также хотел бы сказать о том, что ещё одно исследование, которое было очень точно определено и оценено, о том, что действительно большая гипокалимическая активность у медулярного рака практически от 1000 до 2000 раз больше, чем нормальная ткань щитовидной железы. Как говорила Анна Сергеевна, сегодня действительно я могу не останавливаться, очень подробно было рассказано о том, что для нас, что на сегодняшний день очень важно, очень важно не пропустить пациентов, которые приходят с МН2Б или МН2А, которых мы видим, тех пациентах, которых мы действительно понимаем, что мы можем увидеть визуальное изменение на коже, мы можем увидеть морфаноподобный тип внешности. То есть это пациенты, которые фактически обращаются к нам с другим заболеванием, а в итоге мы всё-таки, если имеем опыт и видение этого пациента ранее таких пациентов, хотя они редкие, мы можем определить, что действительно что-то у пациента, учитывая морфаноподобный тип внешности или, например, амилоидная лихинификация кожи, тоже можем определить, что здесь что-то не то с эндокринной системой у пациента и назначат определенный алгоритм исследований. Хотела бы сказать, что он стандартный, как я уже говорила о том, что нужно выполнять ультразвуковую диагностику, далее это обязательно тонкоигольная аспирационная биопсия, необходимо учитывать уровень кальцитонина базального, ну и обязательно, естественно, это раковый эмбриональный антиген определяется и наличие РЭД-мутации, о которой мы только что говорили с Анной Сергеевной. Исследование, которое представлено, говорится о чувствительности метода тонкоигольной аспирационной биопсии действительно при окраске и без окраски на кальцитонин, и оно достигает до 80%. Биохимический маркер. Почему так подробно останавливались на этих вопросах? Поскольку у нас очень много пациентов, которые приезжают к нам, и кто сегодня с нами вместе в онлайн-пространстве, это для нас очень важным моментом. Почему-то в последнее время к нам приезжают пациенты, у которых установлен медулярный рак щитойной железы, но, к сожалению, кальцитонин и раковый эмбриональный антиген не определялись вообще в принципе. И назначение этого исследования для пациента вызывает какую-то остороженность и удивление, зачем это нужно делать. Это действительно очень важно, и ряд исследований, которые представлены, и на сегодняшний день непонятно, что уровень определения базального кальцитонина имеет очень высокую чувствительность, специфичность, и обязательно надо это определять для того, чтобы мы понимали, что мы имеем и на какой стадии находится пациент. Общая выживаемость и пятилетняя выживаемость у этих пациентов состоит 87%. Ну и, как видите, есть благоприятные и неблагоприятные прогностические факторы, которые определяют пятилетнюю выживаемость данных пациентов. Это исследование, которое представлено, оно также говорит о том, что уровень кальцитонина, по уровню кальцитонина можно понимать, какие группы лимфатических узлов поражены. В данном исследовании я представлю ниже еще одно несколько исследований, в которых говорится о том, что по уровню кальцитонина можно понимать, какие лимфатические узлы, с какой стороны контрлатеральные, на стороне поражения будут изменены. Как видите, в этом исследовании более 200 пикограмм на миллилитр. Это центральная лимфоденектомия уже показана. То есть фактически есть поражение лимфатических узлов с обеих сторон. Ну вот еще одно достаточно интересное действительно исследование, которое говорит о том, что, как видите, здесь в самом, так, мне поймать надо, если говорить о уровне 500 уже кальцитонина базального уровня, и мы видим уже появление контролатеральной стороны уже латеральных лимфоузлов боковой клетчатки шеи. То есть фактически здесь речь идет о том, что по уровню кальцитонина, почему он важен, почему хочется сегодня сделать упор именно на это, его надо определять, что именно он является тоже основным для прогнозирования пациента и планирования его на операцию. Ну и данный алгоритм действий, как уже говорила об уровне кальцитонина, о том, его количество кальцитонина базального мы определяем, и в зависимости от кальцитонина наблюдения, либо порядок уже к действию, определение к действию, к лечению, либо диагностическому какому-то алгоритму добавления при выявлении высоких цифр. Это очень важным является для дальнейшего прогнозирования лечения этих пациентов и выполнения того или иного диагностического алгоритма, а далее операции. Ну и патоморфологическое исследование тоже подробно было рассказано, на самом деле, как оно представлено, и я позволила себе слайд, в котором вы, как выглядит щитовидная железа из литературы, который действительно демонстрирует тотальное замещение именно опухолевой тканью доли щитовидной железы. Опять же, возвращаемся к диагностике, и я уже сказала о том, что очень важным является определение кальцитонина, обязательно является тонкоугольно-аспирационная биопсия. Нам необходимо понимать и подозрение, которое может вызвать определение наличия РЭД-мутации. Ну и по клиническим рекомендациям, которые представлены на сайте Минздрава Российской Федерации, нам необходимо обязательно понимать, объем операции стандартно действительно это тиреодиктомия. Есть пациенты, которые обращаются к нам, которым выполняется геометиреодиктомия с учетом 5-мм опухоли, и действительно есть оговорки, но на самом деле стандартный объем тиреодиктомии зависит также, если пациенту выполнена геометиреодиктомия, пациенту показано выполнение, до выполнения удаления щитовидной железы. И в целом, конечно же, здесь учитывается еще уровень кальцитонина и обязательно диагностический алгоритм, который должен быть выполнен. Ну и препарат, о котором хотелось бы сегодня также немного сказать, это вандотониб, который сегодня, на сегодняшний день, таргетный препарат, используется для лечения этих пациентов этой категории. И те пациенты, которых мы видели ранее, достаточно сложные для нас, и которые просто невозможно было каким-то образом нам лечить, и они погибали, на сегодняшний день у нас есть препарат, который мы можем использовать для лечения этих пациентов. Обращаясь к клиническим рекомендациям МССН 2020 года, как видите, здесь опять же мы сравниваем наши клинические рекомендации в Минздраве Российской Федерации, клинические рекомендации различных исследований, в том числе сейчас МССН 2020 года, основным является представленный логаритм действий, является определение онкомаркеров, ну и дальнейшее выполнение всех тех ранее обсужденных методов обследования. Мониторинг, что очень важным является для мониторинга, и почему хотелось бы на это тоже иметь упор, поскольку во время диагностики мы получаем определенные представления о пациенте, выполняется объем хирургического вмешательства, но далее пациент почему-то выпадает из наблюдения, и очень важным является то, что мы должны по уровню кальцитонина, опять же, раково-эмбрионального антигена, как это представлено на схеме, мы определяем дальнейшую тактику введения этого пациента. То, о чем говорила сегодня Анна Сергеевна, я немного расскажу о том, что все-таки что способствует гиперстимуляции, вот эти вот рецепторы, о которых уже говорили, и в общем-то рецепторы эпидермального фактора роста, рецепторы фактора роста эндотелия сосудов, протоантоген, о котором очень подробно было рассказано. И вот гиперстимуляция и мутация этих рецепторов способствуют опухолевому росту, развитию и являются основным в механизме развития медулярного рака щитовидной железы. Ну и хотелось бы сказать о том, что также вкратце, что вендотониб оказывает прямое противоопухолевое и непрямое через определенные сигналы, о которых также было рассказано подробно. На самом деле сложный механизм, я понимаю, что на самом деле врачи, практикующие врачи эти все механизмы изучать точно не смогут вникнуть, поскольку для этого есть целое отделение, например, у нас это отделение, которое занимается этим, морфологическое, и в этом всем разбирается, но основной механизм представлен, его нужно обязательно представлять. Но что самое главное, о чем хотелось бы также сказать, о том, что нет никакого различия в эффективности спорадической этой или врожденный медулярный рак щитовидной железы. Как видите, исследование Z, которое было представлено, и были представлены несколько групп, и был препарат с различной дозировкой, и в исследование вошли пациенты с врожденным спорадическим медулярным раком щитовидной железы. Ну и, как видите, мандатонип, он достоверно увеличивает выживаемость без прогрессирования и снижение риска прогрессирования заболевания на 54%. Хотела бы сказать о клиническом случае медулярного рака щитовидной железы. На самом деле это пациент, которого все знают, мы все участники лечения этого пациента. Он 7 лет практически, пациент у нас находился под контролем, сейчас у нас, к сожалению, связь с ним утеряна. Пациент обратился к нам для лечения образований на коже, и его никак не беспокоила щитовидная железа при осмотре, поскольку у нас этот пациент не первый. У нас несколько пациентов было из детей, которые обращались уже с синдромом МН2А, и поэтому для нас, вот, и МН2Б, и поэтому для нас вот появление этого пациента сразу подверглось сомнению, что у пациента есть какие-то действительно проблемы с щитовидной железой, о чем говорил, о том, что все-таки нужно видеть таких пациентов, понимать, что они действительно редкие, они редкие, но видя такого пациента, мы должны понимать о том, что можем вовремя диагностировать, этому пациенту было 23 года, и у него нет братьев и сестер, у пациента было выполнено исследование. Вот видите, он обратился к нам с образованиями в области ротовой полости, он пришел для удаления этих образований, потому что он постоянно прикусывал в области языка, в области губ, и остальное его ничего не смущало. Вот такие вот высыпания, о которых мы уже говорили ранее, которые действительно тоже так же трескались и приносили дискомфорт, он просил их удалить, и пришел именно вот с этими высыпаниями на коже. Было выполнено исследование, было сделано ультразвуковое КТ-сканирование, и у пациента было тотальное поражение обеих долей щитовидной железы, мы получили при исследовании высокие цифры кальцитонина, и у него было также поражение легких, мелкие очаговые изменения, которые были в обоих легких. У пациента были высокие цифры кальцитонина, раково-эмбриональный антиген, и при выявлении была выявлена мутация МН2Б. Как видите, если посмотреть по таблице, которая представлена, при мутации различных видов мутации, практически все то, что было у этого пациента, совпадает с его симптоматикой и тем, что представлено в таблице МН2Б. Вот так вот представлен был препарат, у пациента было также тотальное поражение щитовидной железы этой опухоли, на самом деле действительно очень распространенный процесс, но пациент длительное время жил, и у него не было признаков рецидива, и сейчас момент наблюдения признаков рецидива не было, но пациент очень не хотел наблюдаться, на самом деле мы его постоянно приглашали на консультацию. Ну и вот операция была в 2016 году, двусторонняя адреналоктомия, у него была выявлена уже последующим, это феохромоцитома, высокие цифры артериального давления, только позволило то, что ему прийти обратиться к нам. И хотелось бы сказать о том, что вот о чем говорила ранее, что вот эти два исследования, о которых действительно они заслуживают внимания, и мы видим, что независимо от того, имел ли пациент наследственную форму рака, медулярная или спорадическая форма, у пациента эффективность данного препарата, она действительно есть, мы не должны об этом забывать. Ну и эффективность, она не зависела от наличия этой мутации, мутации в гене РЭД, и как видите, частота объективного ответа состояла вот в этих группах столько процентов. Большое спасибо вам за внимание.